Здравствуйте, меня зовут Клауди Агамонди. Сперва я бы хотела поблагодарить моих российских коллег за приглашение на этот интересный вебинар и за возможность поделиться опытом нашего Института онкологии Южной Швейцарии, в котором мы на протяжении уже многих лет реализуем интеграцию палеоактивной помощи и онкологической медицинской помощи. Я хочу не только рассказать о том, что такое палеоактивная помощь, но объяснить принципы симптоматической терапии, поделиться нашим опытом ухода за больным в последней стадии и, самое главное, поговорить о роли палеоактивной помощи в онкологии в рамках нашего учреждения и во всем мире. Сперва я бы хотела дать определение палеоактивной помощи согласно Всемирной организации здравоохранения. Определение довольно простое, но важно иметь единое определение палеоактивной помощи. А также я бы хотела рассказать о целях и задачах палеоактивной помощи в отношении пациентов и их родных и средства, с помощью которых палеоактивная помощь достигает эти цели и задачи. Как видно из определения, палеоактивная помощь – это подход, целью которого является улучшение качества жизни пациентов. Мы всегда принимаем во внимание также родных пациентов, потому что опасные для жизни заболевания и метастатический рак с краткосрочным и неблагоприятным прогнозом очень часто затрагивают родных и близких. Цель палеоактивной помощи – облегчение страданий путем раннего выявления природы страдания и оценка и лечение не только боли, но также всех других проблем – физических, психосоциальных и духовных. Сегодня палеоактивная помощь – это высококачественная и научно-доказательная медицинская помощь, интенсивная терапия боли и иных симптомов, которые могут стать очевидны в последние дни, недели или месяцы жизни. Это синхронный подход. Палеоактивную помощь необходимо оказывать одновременно с онкологическим, медицинским лечением метастатической болезни. Чем палеоактивная помощь не является? Она не означает отказ от пациента и не является помощью, оказываемой вместо лечения или помощи, направленной на продление жизни пациента. Палеоактивная помощь – это не то же самое, что хоспис, где пациентам оказывают помощь в последние дни жизни. Палеоактивную помощь можно начинать на ранней стадии, когда заболевание, ограничивающее продолжительность жизни, диагностировано, и когда палеоактивная химиотерапия, радиотерапия или хирургическое лечение – все еще среди возможных вариантов лечения. Палеоактивная помощь включает очень внимательное симптоматическое лечение и мероприятие для максимального улучшения качества жизни пациента. По мере ухудшения состояния пациента, когда заболевание прогрессирует и дает метастазы по всему организму, начинается этап помощи больному, находящемуся на терминальной стадии болезни, то есть в последние недели или месяцы жизни. Когда мы не только проводим симптоматическое лечение, но и оказываем духовную и психосоциальную поддержку, которая может сопровождаться такими видами лечения, как палеоактивная химиотерапия или радиотерапия. В последние дни или часы жизни пациента осуществляется уход за умирающим пациентом. Здесь основными являются духовная поддержка и устранение симптомов конечной стадии течения заболевания. Где должна осуществляться палеоактивная помощь? Собственно, там, где находится пациент. Дома, в больнице скорой медицинской помощи, в отделении палеоактивной помощи, в хосписе, в доме-интернате для престарелых или инвалидов, в любом лечебном учреждении для хронических больных. Есть два типа палеоактивной помощи. Палеоактивная помощь первой линии и консультационная палеоактивная помощь. В первом случае специалисты по палеоактивной помощи непосредственно оказывают помощь и проводят лечение пациента. Во втором случае, если пациент находится в онкологическом отделении и проходит лечение, специалисты по палеоактивной помощи посещают больного и консультируют врача-онколога с целью провести симптоматическое лечение и оказать психосамоэмоциональную поддержку. Существует два уровня палеоактивной помощи. Общая палеоактивная помощь, при которой устранением симптомов и психосоциальной помощью занимается врач-онколог. И специализированная палеоактивная помощь, при которой более сложными случаями занимается либо команда врачей-онкологов совместно с командой специалистов по палеоактивной помощи, либо в основной командой специалистов по палеоактивной помощи. Цели и задачи палеоактивной помощи. Палеоактивная помощь должна быть ориентирована на пациента. То есть необходимо учитывать потребности и ресурсы пациента, а также потребности и ресурсы родных пациента. Она всегда должна включать эффективное лечение по облегчению доставляющих беспокойство симптомов. Она должна иметь мультициплинарный командный подход и быть интегрирована в стандартное лечение, как мы уже сказали, онкологическую, медицинскую помощь, радиотерапию и так далее. Что мы должны делать? Мы должны тщательно устранять симптомы, интенсивно облегчать страдания, использовать комплексный подход и всегда уважать независимость и желание пациента не только в отношении выбора места лечения, но и выбора типа лечения. И, конечно, всегда обеспечивать комфорт пациента в последние дни или часы жизни. Что мы должны делать каждый день? Мы должны облегчать боль и устранять симптомы при помощи лекарств, например, опиаты, нейролептики и так далее. Дополнение к химиотерапии и радиотерапии, которые проводятся для лечения симптомов, поддающихся такому лечению. Мы всегда работаем над социально-психологическим аспектом, то есть сильными переживаниями, тоской, депрессией, беспокойством, вызванным социально-бытовыми и семейными проблемами. В таком случае к команде подключается социальный работник и, если есть возможность, онкопсихолог. Мы также должны оказывать духовную поддержку. Мы всегда сообщаем о своих решениях и стараемся понять и принять решения пациента и его семьи в отношении цели лечения и учитывать то, что важно для пациента. Мы всегда осуществляем координацию зачастую разобщенной системы оказания медицинской помощи. Например, мы организуем непрерывное оказание помощи при переезде из дома в больницу, осуществляем непрерывное лечение симптомов по возвращении домой и организуем помощь, лечение и уход за пациентами на дому. Палиативная помощь должна использовать мультициплинарный командный подход. На слайде показаны все те специалисты, которые должны принимать участие в уходе за пациентом. Конечно, все зависит от ресурсов системы здравоохранения, в рамках которой онкологический больной получает лечение. Например, в нашем центре в кантоне Тичи на Швейцарии есть диетолог, психолог, медсестры, врачи, священник и соцработник. В других центрах, например, у которых больше ресурсов, есть специалисты по музыкальной или арт-терапии, специалист по нарушениям речи или врач-эрготерапевт. Все эти специалисты работают в мультициплинарной команде. Они, как команда, обсуждают цели лечения, и каждый специалист оказывает свою специализированную помощь и вмешательство. При этом каждый специалист имеет цели с остальными специалистами, пациентом и его семьей. На слайде показаны различные компоненты палитивной помощи. Физические, боль и иные симптомы, психологические и иногда психиатрические. Также есть социальные и духовные, а также культурные. Я представляю, какие культурные особенности в России, и они значительно отличаются от культурных особенностей в Швейцарии или, например, в Испании или других странах. Необходимо учитывать культурный компонент и уважать культурные особенности пациента и его семьи. Также этический компонент, который играет роль при принятии сложных решений, при остановке лечения или полной остановке каких-либо видов лечения. И, наконец, юридический компонент, например, переназначение опиоидов или процедур эвтаназии в тех странах, где это легализовано. В частности, мы должны руководствоваться данным важным документом, который был опубликован в 2003 году профессором Хейтоном и который все еще не потерял актуальность для сферы палеотивной помощи онкологическим больным. В данном документе Европейское общество медицинских онкологов определило 9 ключевых мероприятий, которые врач-онколог и специалисты по палеотивной помощи или команда специалистов должны выполнять при лечении пациента. Важно понимать, когда начинать палеотивную помощь. Зачастую считают, что палеотивную помощь нужно начинать незадолго до смерти пациента. Современное видение палеотивной помощи поддерживает идею о раннем вмешательстве на начальном этапе метастатической болезни, на котором, как показывает рисунок, все еще оказывается помощь, направленная на лечение болезни, но на котором также необходимо начать оказывать помощь, направленную на обеспечение комфорта, то есть палеотивную помощь. Оба типа помощи должны быть встроены друг к другу в рамках лечения пациента. Данный слайд показывает, как интегрировать палеотивную помощь и онкологическую медицинскую помощь. Модель такой индекорации была описана в 2013 году Дэвидом Хуэй с отделения палеотивной помощи онкологического центра MD Anderson. На рисунке показана модель C адекватной индекорации работы команды специалистов по палеотивной помощи и симптоматической терапии с командой, которая занимается диагностикой рака и противоопухолитерапии. И можно навсегда забыть модель, при которой палеотивная помощь оказывалась только как консультативная помощь в последние дни и недели жизни пациента. Это был обзор по оказанию палеотивной помощи онкологическим пациентам. На этом я останавливаю свой доклад и с удовольствием отвечу на ваши вопросы, узнать о ваших впечатлениях и вашем опыте оказания палеотивной помощи. Я также надеюсь, что мы сегодня сумеем плодотворно пообщаться в Zoom. Спасибо за внимание.